девчоночки всем привет всем замечательного замечательного воскресенья но для меня не особо сегодня что-то у меня очень сильная слабость и ломота в спину не знаю я так подумала что наверное это просто недосыпание постоянно контролирует контролирует олика но слава богу слава богу ему лучше сегодня уже в моче крови не было писает правда еще часто но вот мне кажется что лекарство ему помогает сегодня дали как положено два раза рано утром и вот сейчас перед тем как дима на работу пошел тоже дали но он от него в основном спит утром пободрствовал поигрался опять вот с этой веревочкой и там в зале на двери висит игрался толюшка 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 толя играется то ли постала полегче да тошуля толюшка не он занят своим делом даже не слышит ничего та-жура и быть и так она а я как крош для сегодня вчера и конечно вот как планировала так я все и сделало полы пропылесосила стирку развесила как бы пошевелилась а сегодня вообще спина так сильно болит и я не знаю эти обезболивающие никакие нельзя принимать тяжело когда вот так вот раньше раз болит 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 я хлоп таблеточку съела и нормально а сейчас и таблеточку пить нельзя вот завтра утром стану рано ранешенько побегу сдам кровь и пойду может хоть медсестре попаду пусть прямо скажу что пусть мне врач позвонит или что мне вообще дальше делать у меня не направление ничего больше нет а еще надо как-то две недели продержаться что там они будут они еще анализы назначать за эти две недели или нет на какое там число мне же должны дать анализы на к вид стать прежде чем я поеду но время еще есть ну просто хоть хоть с врачом бы встретиться поговорить что да как рассказать какое у меня состояние но вот хочу вам сказать что вот этот эндопамид который капсулах мне кажется он эффективнее я сегодня столько раз туалет бегала утром как выпила этот эндопамид и понеслось туалет не закрывался я имею ввиду по-маленькому мочеконное хорошие посмотрим как будет дальше лежала кровати потом вот то ли вычесала триммера ой триммером фурминатором триммером то ли вычесала ой потихонечку так шевелилась но вот очень сильная слабость прям вообще вот не знаю я я уже сколько раз это умоюсь потею умоюсь потею и вот так вот весь день чуть-чуть пошевелюсь посижу пошевелюсь посижу сейчас там у меня картошечка жарится маленькая порция в картофеле вот такого как по-деревенски называется да дима захотел чуть-чуть утром на соломку нарезала и пожарила на сковородочке том вот сделала вот так вот куриное филе значит начали нарезала кубиками потом я его в приправах хорошенечко перемешала добавила красный перец черный перец прованские травы капельку соли сладкий перец сказала да вот хорошенечко перемешала но у меня минут 15 постояла это филешка и на сковороды а обваляла в муке каждый кусочек мяско должно быть такое сухое обваляла в муке и буквально минуты 35 пожарила и она становится за счет того что мы его обваливаем муки она становится такое очень и нежное внутри потому что сок сохраняется никуда не вытекает ну и сварила овощной супчик помидорка огурчик ой помидорка морковочка лучок косточки чуть-чуть картофель картошки приправы и все еще чуть-чуть вот этих вермишелинок такой жиденький супчик сварила вот так что хоть плохо себя чувствуешь хоть хорошо сегодня вот прямо мешки такие под глазами но надо шевелиться дима работает поэтому ему то точно недоварки это на выходных да он меня на выходных очень выручает он может и приготовить и убраться как бы для него это не проблема но когда тем более здесь сейчас работает в ночные смены это он с ночи пришел поел лег спать и вот его могут уже в два часа в три часа дня позвонить и уже опять надо ехать на работу поэтому конечно вот когда он работает ему не до этого у нас ребята потеплело сегодня плюс 15 плюс 18 градусов завтра еще теплее я хочу сегодня вот я сейчас сейчас освободилась все сделала сейчас по сутку перемою и в принципе можно вечерочком прогуляться хочу часиков попозже может быть где-нибудь часиков 8 вечера после ужина пойти прогуляться подышать свежим воздухом заодно уже не но не будет так жарко потихонечку пройдусь сегодня какие-то у нас новости блин криминальные дима с работы ехал говорит мужчина лежал мертвый на пешеходной дорожке говорит полиция стояла это не его уже черным пакетом накрывали а потом новостях уже прочитала не знаю может сплетни или нет что зарезали его хотя мне кажется у нас такой городок маленький спокойный и авария сегодня очень сильная была авария недалеко от города лесовоз врезался в джип женщина водители пассажирка скончались на месте в зале сидели мужчина и ребенок вот они доставлены в больницу вот такие какой-то сия горю какой-то сегодня день прям такой угнетающий не дай бог ребята чтобы горе семью ни в какую не пришло представляю каково родственникам вот ребята у нас вот как лето так начинается то там кого-то зарежут то еще там что-то не умеют люди культурно отдыхать такие новости о ребятушки спина так прямо очень сильно болит спина очень сильно и и сделать не знаешь что и вот правда не знаешь что сделать массаж сказали нельзя обезболивающие нельзя а как терпеть эту боль не понимаю вот но посмотрим вот завтра уже и понедельник да ребята вроде только-только выходные начинались уже и выходные закончились ну хорошо хоть потеплело ну главное чтоб не было очень жарко у нас конечно вот на понедельник там потом 19 20 22 23 24 вот так вот стоит на 10 дней но буду теперь гулять по вечерам постараюсь выйти сегодня толенька сейчас спит дали лекарства и спит наверное все таки мне кажется в этом лекарстве есть что-то такое снотворное потому что он вот после он никогда так много не спал как сейчас но утром хорошо пободрствовал мне так понравилось но правда вот писает еще часто но ничего завтра вот я приду с крови и поедем и от клинику но дима подъехал сегодня после работы государственную клинику там написано что у них с 9 до 11 операции а прием с 11 до часу так что придется диме к 11 проснуться я-то думала что мы сразу с самого утра поедем чтобы он потом спокойно спать лёг потому что завтра ему тоже на работу потом у него будет один выходной и опять будет дальше начну еще два дня работать 9 дней получается будет работать потому что два дня прихватил чтобы спокойно уже меня петрозаводск отвезти 14 числа чтобы я там не на поезде ехала а он меня отвезет поэтому ему сказали только с отработкой счет отпуска не дали дни хотя у него еще один отпуск не гулял 28 дней еще у него второй отпуск 24 дня и еще у него 14 дней за вредность но почему-то не дали вот ребятушки вот так и день прошел я говорю вчера вот знаете так только обрадуешься что ой ничего не болит на следующий день чего-нибудь болит но как говорят если что-то болит значит мы живы да так что привыкли мы уже терпеть эту боль но ничего еще надо немножко потерпеть набраться силы набраться терпения и потерпеть вот ребятки а так в целом хоть я себя и плохо чувствовала но у меня вот душа радовалась от прямо вот очень радовалась душа и прямо на любоваться не могла на толика прям так приятно когда он себя хорошо чувствует когда он не кричит не плачет и не знаешь чем помочь вот у нас такое чудо получается второй раз в жизни его восемнадцатом году очень сильно покусала собака он еле дошел до дома волочил ноги хорошо вот позвоночник не перекусила что не остался инвалидом а мы во дворе ковырялись у нас дача на в тот момент была на даче вот его и покусали и ни к чему а потом я домой прихожу смотрю он себя все лежит лишь 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 я диме грудим от и посмотри его это прямо получается вот где около хвоста вот этот самый нижний видимо так не успел убежать и хорошенечко так его цапнули а у него там прямо порвана кожа вместе с шерстью господи мы бегом его впал у меня паника мы его в полотенце завернули и быстрее в ветклинику хорошо был день и работали но его усыпили все побрили прооперировали все нам дали антибиотики в далее мази дали порошки вот все 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 но и вроде как начали так все нормально нормально а видимо не до конца дочистили и в один прекрасный день и а он все это у него повязка такая перед прям туловище было перемотано и он все пытается содрать и содрать и содрать и содрать я думаю наверное ему мешает наверное ему мешает а у нас такая дача была лесенка на второй этаж и он вот на лесенку на две ступеньки поднялся и как это шов это знаете прямо такое ощущение что прямо вот прямо лопнул прямо брызги вот эти гноя с кровью прямо на стенку на лестницу везде боже мой и как это потекла это жижа по ступенькам мы опять в этот вид клинику врач говорит вы наверно отпускали кошку кота опять на улицу и его там покусали я бы да мы его вообще не выпускали на улицу он у нас все дома сидит подает под арестом вот еще раз пришлось усыплять еще раз пришлось его зашивать бедный котик намучился но слава богу восстановился все хорошо жалко когда вот так вот питомцы болеют я очень сильно переживаю очень сильно переживаю вот ребятки такая жизнь до жизни всякое бывает ладно мои хорошие болтаем уже опять тут долго долго я очень долго могу болтать я очень люблю поболтать девочки мои дорогие мои золотые мои любимые девчонки я хочу вам сказать огромное огромное вот прямо человеческое спасибо спасибо большое за ваши комментарии спасибо большое за ваши лайки вашими комментариями и лайками вы помогаете мне продвигать канал спасибо вам большое спасибо у меня появилось столько друзей мне так приятно с вами общаться спасибо что задаете вопросы спасибо что меня поддерживаете я очень очень вам благодарна спасибо вам огромное что вы со мной завтра будет новый день надеюсь хороший день всем замечательного ребята понедельника новой рабочей недели всего вам самого-самого прекрасного завтра последний день весны да и начинается долгожданное лето всем всего самого-самого прекрасного крепкого крепкого здоровья кто болеет обязательного восстановления выздоровления и всего самого-самого прекрасного увидимся